Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Моя мама живёт с мужем в 17 лет. С первым супругом моим отцом развелась после долгих лет страданий. Постоянно пил и изменял. Но во втором браке тоже не нашла счастья. Второй супруг Анатолий практически не работал. Светила мама на шее. Мама своя маленькая парикмахерская на жизнь без излечеств им хватало и, видимо, он считал, что можно и не работать. Работал он таксистом. Жаловался, что нет заказов. Со временем он совсем перестал работать, начал сильно пить. Пока мама на работе, он собирал дома дворовых алкашей. Однажды она уехала на пару дней ко мне своей дочери навестить внуков. В это время он опять пригласил в квартиру алкоголика бывшего заключённого. И, видимо, за столом что-то не поделили. Тот сильно избил Анатолия. Когда мама вернулась, он лежал на полу без сознания. Потом была реанимация, долгий период восстановления. Мама учила Анатолия за него ходить, говорить, кормила из ложки, лечила пролежни. Анатолии поставили диагноз дисциркуляторная энцефалопатия. С тех пор мама уже на протяжении 5 лет постоянно осуществляет уход за ним. Сейчас он не ходит, не контролирует процесс опорожнения кишечника. Поэтому, помимо того, что кормит, ещё постоянно меняет подгузники и моет. Благодарность получает множество матерных слов в свой адрес. Анатолий полностью подчинил её жизни. Мне очень жаль маме, она постарела, осунулась, не видя радости в жизни, считая, что это её судьба такая. Я с ней категорически не согласна, ведь Анатолий сам выбрал свой путь, почему она должна лучше свои годы проводить рядом с его постелью. Любовь у неё давно прошла, я вижу, как она устала тащить всё только на себе. Ей тяжело морально и физически, но она считает, что без неё Анатолий будет плохо есть, погибнет от голода, что она обязана продолжать служить ему и в то же время страдать от этого. Думаю, такой путь в взаимоотношении привить маме с детства, потому что она практически одна вела хозяйство по дому. Отвечала за своих братьев и сестёр, их было сестра в семье. Постоянно контролировала их, беспокоилась и тревожила за их жизнь. Как ей помочь? Понять, что она не обязана отвечать за жизнь и благополучие Анатолия, потому что такая жизнь, её личный выбор, его личный выбор и личная ответственность, как ей не испытывать чувство вины, если она отказывается от контроля и участия в жизни мужа. Я, наверное, очень хотел бы освободиться от этих отношений и мечтать наконец пожить для себя. Прошу вас помочь нам ей и всем нам в этой ситуации. Ну, смотрите, как бы если есть проблема у вашей мамы, то логично было бы в этой ситуации, как мне кажется, чтобы мама ваша сама обратилась за помощью. Если она действительно считает, что есть вот такая проблема. Ну, это, по-моему, логично, если ваша мама обращается за помощью, да, в решении вопроса, которые она хочет решить. Если она сама не обращается за помощью, то как и чем ей можно помочь, если она сама не обращается за помощью? Как можно ей помочь? Что-то навязывать ей? Что-то доказывать ей? Нет, на мой взгляд, это история, ну, абсолютно история, идущая в никуда. Да, потому что ваша мама может говорить то все что угодно. Она может говорить, что страдает, она может говорить, что, там, допустим, ну, чего-то не хочет, да, она может говорить, что что-то ей не нравится, вот. Она может это говорить. Это правда. Но делать она может, тем не менее, по-своему, делать она может, тем не менее, так как хочется ей и в общем-то, ну в общем и целом, просто ничего в своей жизни фактически не меняет. Вот, поэтому я понимаю вас, я понимаю, что вы за нее переживаете, вот, но для того, чтобы решить маме свои проблемы, ей нужно обращаться самой за помощью и самой работать со своими проблемами, которые у нее имеют место быть по-другому. Вашей маме, ну, на мой взгляд, не помочь никак совершенно и просто это будет, знаете, таким процессом, ну, процессом доказывания, процессом. Навязывания процессом, ну, переубеждения. Ваша мама и, на мой взгляд, ничего хорошего получиться из этого не может, потому что ей нужно, ей нужно самой, ну, реально предпринимать шаги. Вот, я думаю, что основная такая глобальная проблема заключается в том, что вы слишком категоричны. И вы, и вы, и ваша мама, вы слишком категоричны. То есть, не обязательно человека бросать. Не обязательно человека оставлять, чтобы быть счастливым. Вот. Вот. Достаточно просто выработать некоторые, скажем так, личные границы между, допустим, ею и ее супругом. Супругом, да. Личные границы, я бы сказал, комфортные для нее. То есть, чтобы ей было, кому комфортно жить. Чтобы ей было комфортно существовать. Вот. Чтобы ей было удобно. Вот. Чтобы она находилась, скажем так, в определенной гармонии с собой. Со своими, ну, ценностями. Вот. Для этого, как мне кажется, не обязательно оставлять человека. Для этого, как мне кажется, не обязательно рубить все концы. Вот. На мой взгляд, достаточно, в общем-то, просто увидеть ту грань, когда... Увидеть ту грань, когда человек себе мешает. И, на мой взгляд, увидеть ей это, в том числе, ну, вот, не позволяете вы. На мой взгляд. То есть, я бы сказал, что то, как вы относитесь к своей маме, то, как вы не уважаете ее решение, да. То, как вы оспариваете ее решение, вот, не принимаете его, потому что реагируете, ну, скажем так, болезненно на это решение. Вот. Это свидетельствует о том, что ваша мама не встречает адекватной обратной связи на свои действия и не сталкивается с другой моделью поведения. Вот. Понимаете? То есть, как бы, она спасает Анатолия, а вы спасаете ее. И в вашем лице она видит подтверждение своих действий. Да, может быть, эти действия не совсем корректны с ее стороны, но она не получает другого, она не сталкивается с другим опытом. Она не может этот опыт интересировать в свой собственный. Она не может ассимилировать его, потому что вы демонстрируете ей, в общем-то, точно такое же поведение. Поэтому, мне кажется, если вы хотите ей помочь, именно вы, то вам необходимо научиться реагировать более конструктивно на то, что она делает. Это называется модель жесткой любви. Вам нужно изучить треугольник Карпмана и, собственно, эту самую модель жесткой любви. После чего разобраться в своих чувствах, разобраться в своих ощущениях и поработать над выстраиванием личной границы своей мамы. Тогда вы получите шанс на то, что ваша мама, столкнувшись с другим опытом взаимодействия, сможет его использовать для выстраивания такого же взаимодействия со своим супругом. На мой взгляд, вы, в общем и целом, во многом повторяете поведение своей мамы сейчас. И, как бы, вы говорите о том, что ваша мама там контролировала своих родных, что она там беспокоилась за них и прочее, но вы теперь делаете то же самое. То есть вы такую же модель продвигаете. И, может быть, начать изменения нужно с вас, чтобы ваша мама, столкнувшись с вами, увидев как можно по-другому, сама бы начала это использовать. Ну или, по крайней мере, задумывалась о том, чтобы начать решать свои проблемы. Вот. Я думаю, что мой коллега, Кудричев Игорь Леонидович, достаточно хорошо вам ответил на ваш вопрос. И, в принципе, добавить особо, наверное, мне к его ответу нечего. Все остальное будет, пожалуй, пересказыванием того, что уже было сказано. Вот. Вам это либо откликается, либо нет. Либо вы готовы осознавать, что находитесь с мамой в деструктивных отношениях, по сути, в таких же, как и она находится с Анатолием, либо нет. И, как бы, ну, наверное, наверное, у вас не совсем корректная постановка вопроса. Вы говорите, как помочь маме осознать и увидеть. Никак. У человека свой личный путь. Вы пишите, прошу помочь ей и всем нам, кому всем нам. Давайте разобьем этот вопрос на несколько составляющих. Кому конкретно нужна помощь. Вам? Давайте поработаем с вами и вам поможем. Но это будет не тот путь, который видите вы. Понимаете? Еще кто-то? Хорошо. Давайте посмотрим, как помочь еще кому-то. Вашей маме? Супер. Давайте поможем вашей маме. То есть помощь, она предполагает индивидуальную в данном случае работу. Конечно, вы с мамой можете прийти в группу. Но пока что мы говорим об индивидуальной работе. Поэтому, кому всем нам, не совсем понятно. Ладно, понимаете, что ваша мама боится быть плохой женой. И вы боитесь быть плохой дочерью. Наверное. Но в противном случае, если мы говорим о позиции ценностей, да, то есть если вы выступаете с точки зрения своих ценностей, то вы же просто маме как бы можете продемонстрировать свои ценности. Что ну вот они у вас такие, вот они у меня такие. Мои ценности. Ты либо соглашаешься с ними, либо нет. И живешь своей жизнью. Почему вы не можете оставить маме, как бы ее жизнь ей? Что вам мешало? Это некоторое обесценивание мамы. Это некоторое обесценивание вашей мамы, к сожалению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.